МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В эфире новости на 9-м канале. В студии Ирина Калашникова. Здравствуйте. Сегодня подросток и двое взрослых погибли в селе Архангельское и Шебекинского округа при очередной атаке со стороны Украины. Помимо этого, в областные больницы госпитализировали мальчика с различными осколочными ранениями и с минно-взрывной травмой, и мужчину с ранением грудной клетки и осколочным ранением бедра. Также за минувшие сутки пострадали 13 мирных жителей Белгородского района. Состояние двоих мужчин оценивается как крайне тяжелое. Медики борются за их жизни. У девяти раненых средняя степень тяжести один в удовлетворительном состоянии, и еще один после оказания медпомощи продолжает лечение амбулаторно. Помимо этого, в селе Муром Шебекинского округа в результате атаки дрона ранены мужчина и женщина. Белгородка после помощи врачей от госпитализации отказалась. Мужчину госпитализировали. Его состояние оценивается как средней степени тяжести. Всего по Белгородской области выпущены 106 боеприпасов и 29 беспилотников, два из которых упали в Губкине. Там повреждены 25 квартир, 5 МКД. В основном посечены окна и балконы и 13 автомобилей. 30-летний староосколец погиб в ДТП. По предварительным данным, в воскресенье в 14.40 водитель BMW X5 на улице Пятницкой превысил скорость, не справился с управлением и вылетел с дороги с последующим опрокидыванием автомобиля. Мужчину от силы удара выбросило из машины. По словам очевидцев, водитель на высокой скорости сначала попал в яму, а потом зацепился колесом за бетонный блок, который каким-то образом оказался на окраине дороги. Автомобилист вылетел из машины приблизительно на 50 метров. Кстати, на состояние дорожного покрытия на улице Пятницкой жители жаловались неоднократно. Мужчина скончался на месте происшествия еще до приезда скорой помощи. К слову, в этом году погибший 46 раз привлекался к административной ответственности за нарушение скоростного режима. А комитет Госдумы РФ сегодня одобрил введение штрафов до 5000 рублей за опасное вождение. За повторное нарушение предлагается лишать водителя прав на срок до трех месяцев. Сильный пожар произошел минувшей ночью в микрорайоне Конева. Сообщение о пожаре в однокомнатной квартире на седьмом этаже дома номер 7 в единую дежурно-диспетчерскую службу поступило в 21.40. Личный состав пожарно-спасательной части номер 6 спас 55-летнего собственника жилья. По лестничным маршам самостоятельно эвакуировалось 40 человек. В квартире после тушения пожара обнаружили труп женщины 1958 года рождения. По факту гибели староскольский отдел следкома организовал доследственную проверку. В Старомосколе решено упразднить районный суд. Он перейдет в юрисдикцию городского суда. Такое решение приняли депутаты областной думы. В пресс-службе думы уточнили, что изменения не повлекут ограничений доступности до граждан, поскольку судьи и работники аппарата останутся работать в прежнем здании. А изменения должны помочь оптимизировать организационно-штатную структуру для равномерного распределения нагрузки между судьями и повышения эффективности. Также депутаты одобрили инициативу по упразднению имнянского райсуда. Должность директора Дома-музея священномученика Ануфрия покинула Светлана Шестакова. Музеем архиепископа Старооскольского она руководила со дня создания пять лет. Новым директором по благословению митрополита Белгородского и Старооскольского Иоанна назначена Светлана Мещерина. С 2012 года она возглавляла коллектив Старооскольского краеведческого музея. Новый директор этого учреждения культуры будет назначен в ближайшее время с помощью конкурсной процедуры. Музеем архиепископа Почти 200 старооскольских школьников учатся в профильных медицинских классах. Они открыты в семи учебных заведениях. Единый урок оказания первой помощи объединил все школы России, в которых действуют медклассы. Под руководством опытных врачей их будущие коллеги закрепили теоретические знания и практические навыки правил оказания первой помощи. Наш следующий репортаж из 28-й школы, где действуют сразу три медкласса. В 28-й школе всероссийский урок начали с повторения теории по оказанию первой помощи. Затем ребят разделили на три команды. На каждый вопрос теста на знание правил оказания первой помощи у школьников было всего 20 секунд. Как и при реальном спасении жизни человека, где счет идет также на секунды. Третья команда. Что такое первая помощь? Комплекс мероприятий, направленных на поддержание жизнедеятельности человека, страдавшего до приезда специалистов. Анна Пешкова, ученица 11-го Б-класса, признается, что знала ответы практически на все вопросы благодаря медицинскому классу. Врачом она мечтает стать еще с детского сада. В семье есть люди, у которых проблемы со здоровьем и хотелось бы как-то облегчить их жизнь в будущем. Поэтому я решила связать свою жизнь с этой профессией. Никита Самофалов, ученик 10-го класса, тоже признается, что выбрал медицинский класс по веской причине. Я болею сахарным диабетом и мне с детства интересна медицина как наука. Я доктором с детства хочу стать. Каким бы доктором ты хотел стать? Ну, вероятнее всего, хирургом. В практической части занятия будущие медработники тренировались переводить условного пострадавшего в устойчивое боковое положение. Садимся на колени перед человеком. Ближнюю руку мы на 90 градусов от тела. Дальнюю руку берем и обратной стороной ладошки прикладываем к щеке. Дальше мы берем и подтягиваем колено, сгибаем так, чтобы была опора. И переворачиваем человека за колено и за локоть на себя. После этого аккуратно запрокидываем голову и подтягиваем ногу. Урок у старшеклассников 28-й школы провела старший врач скорой помощи Марина Александрова. Медик с 19-летним стажем подчеркнула, что именно устойчивое боковое положение при оказании помощи человеку в бессознательном состоянии является действительно эффективным. Если человек вызывает, что там, например, мужчина лежит без сознания, предположительно, то диспетчера, как правило, что говорят? Уложите его в устойчивое боковое положение, если вы знаете, как это сделать. Данное положение пострадавшего позволяет, чтобы пострадавшего не случилось за падение языка, аспирация рвотными массами. И при данном устойчивом положении, если вдруг даже начнется рвота у пострадавшего в бессознательном состоянии, он не захлебнется своими рвотными массами, так легче наблюдать за пострадавшим. По словам Марины Александровой, старшеклассники 28-й школы, выбравшие обучение в медицинском классе, показали хорошие теоретические знания. И на пятерку отработали полезный практический навык. Уроки первой медпомощи планируется проводить регулярно. Лилия Мельянова, Александр Савин, Елизавета Очкасова, 9 канал. Льва по кличке Тигран из Старого Оскола сегодня доставили в новый дом. Теперь царь зверей поселится в Калининградском зоопарке. Тиграна еще котенком изъяли у уличных фотографов Анапы и передали в частный парк, где он прожил 6 лет. Оказалось, что лицензии у заведующего на содержание животного у новых хозяев не было. Поэтому Тиграна конфисковали и перевели в наш зоопарк на передержку. В Старом Осколе зверь присоединился к львиной семье из двух пар. Бонни и Анфисы и Симбы и Налы. Гостил у нас Тигран почти полтора года. А в Калининградском зоопарке царь зверей уже ждала подружка. Львица Лея долгое время жила там в одиночестве. Сегодня Тигран причалил к берегам Балтийска на пароме Амбал. Мастера из Лукоморья. Серия мастер-классов современного проекта ЦК «Эргорняк» и творческого объединения «Родное ремесло» началось с занятия под качеству. Первая мастерская «Три девицы под окном» познакомила староскольских студентов и старшеклассников с историей ткацкого промысла. Традиционным техникам этого ремесла ребят обучал мастер из Липецкой области Вячеслав Червяков. Встретили первых участников серии мастер-классов герои сказки Пушкина о царе Салтане. Вместе с пушкинскими персонажами староскольские студенты и старшеклассники выяснили, какие народные ремесла спрятались в эпизоде с сёстрами-предельщицами. А затем и сами попробовали себя в роли мастеров народных ремесел. Плели браслеты и учились ткать на станке. Будущие модельеры уже задумались, как внести в современные образы традиционные мотивы. Я плету, и это может пригодиться в коллекции более народной для каких-то выставок. Это ткацкий станок, и мы сейчас учимся ткать. Нас учат, так как с нашей профессией это будет связано, я думаю, мы модельеры-дизайнеры, мы будем обучаться ткачеству. Это очень интересно и с первого взгляда очень непривычно и сложно из-за того, что вот эти ниточки цепляются постоянно. Но на Древней Руси это было популярное изделие, скажем так. И я считаю, это нужно, потому что сейчас большинство одежды создаётся машинами, и ручная работа считается очень деликатной, дорогой и износостойкой. Освоили традиционно женское ремесло и парни. Достаточно интересно, это первый раз делали. Но я считаю, получается очень даже хорошо. Народное ремесло – семейный промысел Вячеслава Червякова. Мама – мастер Липецкой области по лепке традиционной глиняной игрушки. А бабушка обучила Вячеслава ткачеству. Сейчас он сам преподает детям и молодёжи традиционные техники в собственной мастерской «Славное дело» в Липецке. Приехал поделиться опытом и со старооскольской молодёжью. Мы будем создавать половики на ткацких станках. Они традиционно в нашем регионе Липецкой области назывались «дерюшки». Наши предки очень бережно относились к одежде, ничего не выбрасывали. Из ветоша создавали удивительные красоты половики, которые сейчас делают студенты на мастер-классах. А также мы изучаем традиционные техники дёрганного плетения, в которых на Руси делали пояса, шнуры и подвези для лаптей. Впереди старооскольцев ждёт мастер-класс по гончарному промыслу. Ребят научат лепить старооскольскую глиняную игрушку. Анастасия Проурзина, Сергей Кириченко, Елизавета Очкасова, 9 канал. На этом наша программа завершена. Впереди прогноз погоды. Я с вами прощаюсь. Всего доброго. В студии Анастасия Проурзина. Здравствуйте. В Центральной России наступила метеорологическая осень. Впервые за сезон среднесуточная температура воздуха опустилась ниже 15 градусов тепла. Несмотря на это, солнечная и сухая погода продержится до 26 сентября. В Старом Осколе во вторник 24 сентября синоптики обещают плюс 20-24 днём, вечером похолодает до плюс 14. Ночью столбики термометра будут показывать всего 7 градусов. Ветер восточный с порывами до 2 метров в секунду. Атмосферное давление выше нормы 753-754 мм портудного столба.